так смотрим урожай фундука этого года вот тому я снял видео сумасшедший урожай в 2017 году почему сумасшедший более 30 лет я занимаюсь фундуком и вот такого урожая как был в прошлом году не наблюдал еще тогда я высказал опасения что может быть случится так называемая периодичность плодоношения хотя за трапезундом такого баловства я не наблюдал вот съемка ведется тех же кустов из тех же точек что и в 2017 году хочу заметить что свои видео урожая виноград персик кизил черешня я снимаю на одних и тех же деревьях с одних и тех же точек можно наблюдать все в движении по годам вот в отличие от тех балбесов на ютубе с миллионами просмотров которые за редким исключением не показывает свои урожай так что-то там режут что-то там рассказывают может быть когда никогда так 3-4 кисточки из рукава покажут как факиры неизвестно откуда они этот виноград брали ну я хочу сказать что урожая в этом году не меньше чем в прошлом вот в чем успех там бабушки есть на ю тубе они рассказывают что фундук боится мороза докладываю начал цвести фундук с 10 декабря и цвел так всю зиму можно сказать мужские сережки отмерзли а женские прятались когда наступали сильные холода потом опять расцветали в общем опылились они дикарями и как видите какой урожай вот вывод 1 фундук розов не боится пункт 2 успеха в регулярном омоложении кустов есть видео у меня на канале два способа омоложения фундука уже это видео висит недели две может больше может меньше не помню вот так несколько сотен просмотров совсем немного народ это не интересует смотрят сотни тысяч как там полусумасшедшие юноши и дамочки четырьмя лапами загребают землю орешки чтобы дрова выросли вот хочу я вам показать визуально из куста надо удалять малопродуктивные стареющие стволы этим самым мы даем возможность кусту направлять свои питательные вещества к молодым хорошо развивающимся стволам упрощенно это смотрится так вот смотрите старый ствол он покрыт такими светло-серыми пятнами и вот идем смотрим какой урожай ну вот один орешек я вижу вот второй ну так кое-где есть будем говорить это вот на старом стволе а сил он забирает немало среди какая вегетативная масса на нем а теперь возвращаемся и из этого же куста смотрим что у нас на молодом стволе вот он молодой стволик идем идем я прыгнул их специально конечно вот смотрите какой урожай вот урожай вот смотрите он будем так говорить наверное визуально это видно в 2 может быть в 3 раза тоньше этого старика будем так и а вот урожай на нем смотрим смотрите урожай урожай наверно раза в 3-4 больше чем на старом стволе вот такие стволы их и будем так говорить удалять надо начиная с осени я делаю это вот покрытые светло-серыми пятнами и сережек на них мало в общем переводим их твердые энергоносители в дрова но сейчас мы будем так не спеша по саду прогуливаться и покажу я вам еще урожай говорят лет через 20 наступит цифровая экономика а я вот думаю что когда кончится нефть и газ наступит экономика натурального хозяйства дровишки очень будут цене вот еще один плюс фундука протопил полу землянку орешки съел и все очень хорошо так у меня тут пересеченная местность спускаемся так вот вот не знаю успеем до дождя но даже я попозже поговорю вот третий пункт очень важный вчера 14 июля прошел здесь первый за четыре месяца нормальный дождь а вот видим и лист и орехи в норме а вот сейчас идет самый ответственный момент в жизни фундука надо воспитать урожай этого года урожай ведь и не хуже чем в том году и заложить урожай на будущий год вот у меня под каждым кустом или рядом устроена так называемая аккумуляторная яма есть видео с боем кирпича и черепицы за зиму и весну этот щебень набирает влагу и вот он четыре месяца отдавал ее деревьям с эти лист какой четыре месяца не капнула так что-то там было даже пыль не прибивала но ты не искать вот удивил проложи там капельное решение и наслаждайся себе ну вот если по порядку о капельном говорит скважина денег стоит а разрешение а лицензия просто так не дадут а насос плюс трубы монтаж обслуживание охрана от добрых людей ну на больших плантациях может быть капельное орошение себя и оправдывает а вот будем так говорить здесь на нескольких сотках оно ни к чему и все это работает в автоматическом режиме за зиму и за весну наполняется влага и потом постепенно отдает ее и нормально себя чувствует кусты вот на двух сотках будем так говорить иметь капельное орошение считаю не цилусообразно ну в первую очередь по экономическим соображениям и по так сказать по затратам эксплуатации вот с этого момента все мои видео о фундуке будут начинаться фундук две сотки почему две сотки говорил неоднократно я каждому дачнику владельцу даже небольшого садового участка 6-8 соток две надо выделить под фундук или лещину ну вот для начала проанализируйте что у вас растет на этих сотках и какая отдача всякая дрянь виноград который дает не ягоды а грибы вот на изобретали там сотни его всякие проходимцы деньги только за это берут тройки разные там чушь это все собачье оно все мерзнет все болеет грибы растут вместо ягод я уже повторяюсь аидиум и мильдию или какие-то там колоновидные яблони место только занимает уже я говорил об этом а потом вот еще урожай смотрим а потом мы живем еще долго жить будем в такие времена и в таких местах где надеяться на только на себя ну действительно не на сбербанк же вот анекдот в тему папа сынку кем ты хочешь быть пенсионером сынок сейчас это сложно может космонавтом но вот я жил в такие времена сейчас мы возвращаемся так вот по саду вся панорама эти ветки ломятся от урожая ну так вот я жил в такие времена когда зуб на зуб не попадал и не грела пилогреечка и любимым моим героем был не павлик морозов а робинзон который ни от кого не зависел жил на необитаемом острове и обеспечил себя сам вот это высший пилотаж жизни ну потом как мы знаем земля плоская и держится на трех китах также как на трех китах держится и здоровье человека на образе жизни на питании обязательно должно быть сухое красное видо в разумных целях в разумных дозах орехи и фрукты с ягодами все что можно иметь вот видите старые стволы да и вот молодой такой стволик прыгнул и какой на нем урожай это видно что как говорится хочу я продолжить свою мысль но все это можно иметь и фрукты и ягоды и орехи 6 соток но две сотки обязательно отведите под фундук ничего не может сравниться с фундуком и личиной по пользе и по энергоемкости будем так говорить говорить все аминокислоты высококачественный белок энергетическая ценность в три в три с половиной раза выше свинины и баранины и вот заключение анекдот голодные студенты в общежитии один другому эх мясо бы сейчас а тот ему или сало может свинью заведем да ну ее грязь вонь а может привыкнет фундук конечно не требует никакого ухода никаких забот особых не влаги не удобрений не химиката не поить его не надо не кормить и даже не лечить только польза посадите фундук на двух сотках желаю вам всего хорошего